Всем привет, мои дорогие! Сегодня мы пробежимся по новинкам, короб и так далее. Будет очень много всего интересного. В первую очередь хочу показать самый большой короб. У меня его очень полюбила кошка, и, если честно, я у нее отобрала. Да, вот такой вот он прям большой, огромный, да, то есть вот если посмотреть соотношение сторон, да, вот со стулом там, да, со всем, он прям реально огромный просто. Это был в очень большой упаковочке, 50 на 35 на 35 сантиметров. В нем очень удобно все хранить, но, походу, придется заказывать второй. Этот уже Алискин. ColorTikul 910347. Что в нем есть? Ну, во-первых, он полностью тканевый. Тут какие-то вставленные очень прочные картоночки. Тут идет, как вы видите, такое вот покрытие. Таким образом можно закрыть. Цвет очень приятный, лавандовый. Дальше мы проходим внутрь, и вот тут есть такая вот штучка. И само дно, оно очень мягкое. Вот, то есть его можно сложить, если вам захочется, и он не будет занимать много места. То есть вот таким образом сложили, убрали, и все. А если захочется разложить, то мы просто кладем вот это вот картонное дно из чего-то очень прочного, на мать специально не стала, кладем на дно, и все в порядке. То есть такой вот он прям удобненький, хорошенький. Ну, куда его можно? Шкаф вниз поставить под какие-либо вещи, под одеяло, ну, там для одеял я получше нашла, да, сейчас я вам буду показывать. И плюс ко всему можно под игрушки ребенку, тоже прикольно. Далее, о чем поговорим, это, конечно же, о других коробах и различных приспособлениях для хранения вещей. Это чехол для хранения салатовый. Артикул у него 910-356 и размер 60 на 50 на 35. То есть он не маленький, он большой. Очень бы хотелось такого хорошего качества чехлы для вещей. Прямо очень сильно не хватает. У меня все в чехлах и вот две такие ручки. Вот он такой прям огромный-огромный. И с одной стороны просвечивает, что будет удобно видеть, что в нем и как в нем. И, конечно же, замочек еще. Замочек, замочек. Где-то вот это все. Замочек, замочек, замочек. Вот он, да, замочек двойной. То есть с обеих сторон можно развязывать, завязывать. Ткань такая тоже интересная. Вроде бы мнется, но не мнущаяся. Такой вот он мягкий, огромный, большой. Ну вот под одеяло будет идеально, да. То есть будет идеально под одеяло. Точно-точно такой же лавандовый с артикулом 910-355. Чем он мне понравился? Тем, что, ну, знаете, они друг с другом сочетаются, да. Или зеленый с лавандовым, или лавандовый с зеленым, да. Интересно. Красивый, очень прикольная ткань. Тоже как бы, но смысла нет его тоже разворачивать, потому что они абсолютно одинаковые. По своим функциям только различаются цвета. Дальше с вами поедем. Вот такие вот коробочки, которые хорошо складываются с одной стороны, с другой стороны, можно вот вставить в дно. Да, давайте с вами попробуем. Ой, не той стороной, да. Можно ставить в дно, и все будет хорошо. То есть и за петельку доставать обратно, если захочется. Вот такой вот маленький, хорошенький, да. Можно поставить в ящик и, например, носочки сложить, или там, не знаю, еще что-нибудь сложить. То есть прикольно, прикольно, интересно. Их тут в наборе идет две штуки. То есть один такой вот, лавандовый-зеленый, а другой получается зелено-лавандовый, да. И у них один артикул на двоих. То есть вы можете заказать только два, по одной штучке вы не закажете, да. То есть и вот тут с одной стороны есть ручка, за которую можно держать друг на друге. Ну, как-никак стоят. В общем, прикольная, прикольная штука. Организация хранения. Короб для хранения, две штуки. Тоже коллекция Прованс. Размер 23 на 15 на 15. Артикул 910-348. Следующее приспособление. Оно идет по одной штучке уже. Органайзер для хранения семь ячек. Артикул 910-349. Размер у него 35 на 35 на 10. Давайте пойдем с вами смотреть. Он большой. Вот такой вот. И тут на дне, на дне, да. То есть можно застегнуть и расстегнуть его. Замочек тут один. Да, то есть, ну, такие хорошие, добротные, доброкачественные. Прям понравилось. Тут идет ручка. Вот такая ручка с одной стороны. Логотипчик, я так понимаю, Фаберлик Хом, да. Фаберлик Хом. Ну, в общем, такая вот история. Кстати, цвет в цвет передается обалденно хорошо. Прямо очень хорошо цвета передают. Следующий точь-точь такой же. 35 на 35 на 10, да. Вот он. Только он идет зеленый, да. Очень такой вот красивый зеленый. Можно застегнуть, расстегнуть, сложить, разложить. Артикул у него 910-352. Очень красивый, да. Видите, ткань такая классная сделана. В общем, все прошито здорово, качественно. Классно. Следующие два тоже одинаковой формы. Артикул 910-354. Размер 35 на 17 на 10. Это органайзер для хранения 8 ячеек, да. То есть в салатовом цвете я вам артикул сказала. Тут также застегивается, расстегивается. И вы можете что-то дохранить в нем. Удобно. Тоже все крепко, качественно прошито. Вот. И второй, точь-точь такой же, только лавандовый. Ну, в общем, прикольно, ребята. Мне вот прям нравится. У второго точно-точь такие же размеры, только артикул 910-353. Вот эти переходики, они все мягкие идут. Прям великолепно. Я до сих пор с наклейками Faberlic из нашей новой линейки. Муха, да, видите, муха. И еще вот этот муха. Я не могу с этими мухами. Далее. Биокапсулы для посудомойки. Как обычно, я вип, дочка вип. Вот. И биокапсулы для посудомойки я беру за 240, по-моему, рублей по распродаже. Артикул 10902. Крутые биокапсулы. Почему био? Потому что они биоразлагаемые, экологически чистые, не наносят ряда кружащей среде. Далее. Элисар 70% скидка. Артикул 3069. Один из моих любимых ароматов. Открывать не буду. Сейчас мы с вами еще лаки будем смотреть. Так, дальше. Вот такая штучка. Это шкатулка для украшений получается. Артикул 910337. Лавандовая. Материал искусственной кожи. Металл. Размер 10 на 17. Вот видите, она с такими блесточками идет. Обратите внимание, да, на блесточки. Очень красивая. Размер 10 на 10 на 4 и 7. Вот так открывается. Прям хорошенькая. Да, давайте близко посмотрим. Очень хорошая такая качественная штучка. Так, тут ремешок, тут под сережки, тут под колечки. Если вам не нравится, я уже проверила, это можно будет убрать. Вот. Тут эти штучки тоже их можно будет убрать. И вот сделано все, знаете, из такой плюшевой какой-то такой ткани. Очень приятный. Вот. Я прям довольна. Красота. Мягко такой все, как будто там что-то, знаете, еще какой-то, какая-то вата подложена или что-то типа этого внутри. Дальше. Вот такой вот красавчик. Тоже видите. Кстати, кстати, в живой он сильнее блестит, переливается. Значит, это у нас артикул 910338. Получается шкатулка для украшений бежевая. Материал искусственная кожа, металл, пластик, картон и полиэстер. Размер у нее 16 на 11 на 5. Приходит такой вот коробочке, поэтому можно запаковать, подарить. Тут она уже не расстегивается вот на замочке, да, как эта. Она уже так вот открывается. И тут вы уже видите, что можно еще больше чего-то сложить. Да, тут больше крючочков. Такая прям прикольная ткань, очень красивая. И, конечно же, вот тут. Тут тоже я уже посмотрела. Кому не нужно, можно убрать. Это мы регулируем, как нам захочется. То есть, вот такая вот она все плюшевая, да, прям. Ну и тут сделана какая-то вот картонка. Видите, прям плюшевая такая хорошенькая она. Мне прям понравилась очень. Вот. Пока что это такое? А, это, наверное, брать, чтобы было удобнее, да? Да, вот так вот за эту штучку. Интересно. Классно сшили, классно подали. В общем, красота на подарок. Мне кажется, это будет очень красиво на подарок. Далее у меня сломалась не от Фаберлик, но вот такой вот венчик коричневый, поэтому я заказала новый, знаете, нормальный венчик к размеру 26 на 6 см и артикул 910 044. Дальше кошатинка пошла, побежала. Ну, кто смотрит, кто подписан вообще на мой телеграм-канал, ребят, давайте мы с вами не будем теряться. И под этим видео я оставлю ссылки на все. На мой телеграм-канал, на мой рутуб-канал, потому что говорят, что скоро будут блокировать. Скоро будут все блокировать. И если это будет нарушение закона сидеть на ютубе, ну, что я могу поделать? Будем с вами на ютубе, на рутубе, в дзене, в телеграме. Ну, как-то будем выходить из ситуации, все равно как-то будем вместе. Итак, это я уже раскрывала для распаковки в телеграм-канал. Значит, 5 штучек по 85 грамм. Артикул 162.01. Заказала маленькую коробочку. Ну, это для тех, кто хочет попробовать. Вот, не будет кошечка кушать. Далее, значит, вот две таких вот коробочки я заказала. Сочная говядина 24 штуки с артикулом 162.08. Это я запасаюсь, если честно, кормом. Вот кто сахаром запасается, мы сахар особо не едим, поэтому кормом решили для кошки запастись на всякий случай. И 162.07.85 грамм. 24 штучки. Это у нас нежный кролик. Вот такие вот классные упаковочки. Причем удобно, знаете, вот что мне понравилось. Безумно удобно. Вот тут вот сейчас будет, наверное, громко, но по-другому уж как я вам покажу. То есть, вот так вот выдавливаете. Вот так вот, видите, тут. И поднимаете кверху. Вот это можете оторвать, можете оставить. И оно вот так вот стоит у нас в ящичке на кухне. Вот так вот у нас такой вот ящик, как раз таких размеров, как раз для кошачины. И вот мы туда вот так вот поставим. Начинает заканчиваться, мы новый туда, да, там можем вот так, например, и вот так наложить побольше. И действительно влазит хорошо, влазит много и замечательно выходит. Коробы, конечно, тоже бомба. И вот мне кажется, их будут всех больше покупать, потому что они удобные. Они точно-точно такие же, как вот тот большой короб, только немножко поменьше, да. То есть открываем. У него точно-точно такая же конструкция внутри. Его можно также собрать, разобрать, если вам хочется, да. То есть убираем дно. И он уже, видите, сам попросился, сам сложился. Все у него хорошо. Такой вот короб. Вот сейчас мы с вами все назад сделаем. Вот так. И вот два таких вот абсолютно одинаковых короба. Так, я, походу, не так вставила. Вот так, наверное. А, да, вот так хорошо вставилась. Тут такая же штучка, да. То есть, ну, удобно. А, все лаки пороняло. Можно вот так его закрыть, можно вот это раскрыть и натянуть, да, наверх. Ну, оно как бы ничем не закрепляется, но все равно держаться будет лучше. Да, можно взять, выдвинуть, открыть, что нужно взять, закрыть, задвинуть. То есть удобно. Вот эта вот ручка. Просто удобно. Значит, это у нас 910-345, размер 30 на 30 на 17. Короб для хранения. Обычный короб. И вот точно-точно такой же зеленый. Классно, да, они друг между другом сочетаются. Считаются вообще шикарно. И, значит, давайте посмотрим артикул. 910-346. Отлично, просто отлично. Хорошенький, да. Далее побежим с вами вот по этим вот лакам. Не все они у меня были в обзорах. Какие-то были, какие-то нет. Какие-то закончились, но хочется их вам показать подробнее. Все-таки я их все заказала. Да, поэтому сейчас будем с вами тестировать. Лак получается с артикулом 78-77. Чем они мне понравились, именно лаки с блестками? Ну, потому что я сорока. Приходит время, и иногда хочется куда-то подкрасить. Или еще что-то, да. То есть вот таким вот образом. Хорошенький, да, лак? В два слоя получается еще лучше, еще красивее. Но в два слоя пока подождем, пока этот слой не подсох. 78-74 лак. 78-74. Вот такой вот. Он, конечно, бывает такое, что в одном месте куча, а в другом ничего. Да, то есть его нужно как-то вот распределять. И очень хорошо, что он растекается. Да, 78, получается 74. Давай-ка фокусируйся, не капризничай. Вот такой вот красавчик. Дальше. Из этой же линейки получается 78-70. Ой, ну я их обожаю. Вот видите? А тут еще есть крупные. Он не всегда их переносит. Получается, хочется еще макнуть, еще раз нанести. Вот они, да. 78-70. Вот сейчас перенеслось. Первый раз нет. Интересно. Так, следующий. 78-72. Сейчас такие вот идут блески в моде. Потому что они вот похожи, да, вот на те блески, которые накладывают мастера вот этим золотом, да. Вот такая вот красота. Так, дальше. 78-69. С вами еще потом по второму разу нанесем. Их все можно между собой. Вот этот вообще бомба. Я обожаю блески. Обожаю яркие ногти. Обожаю, когда все прям вот так. Поэтому я с удовольствием, с превеликим удовольствием буду ими пользоваться. Так, следующая, немножечко другая, уже линейка пойдет. Артикул 78-33. В других упаковочках. 78-33. Давай-ка покажись нам во всей красе. Ну, хорош-хорош. Так. Вот этот, по-моему, слишком нежный. 77-96. Нет, не этот, кстати. Наоборот, насыщенный. Попутала немножко. Очень красиво, смотрите. И они с блесками, они безумно стойкие. Они очень стойкие. А, ляпнула немножко. Ну, уж тут меня, простите. Так со своими ногтями, как с этой пластмасской, конечно же, не обращаются люди. Так, дальше. 78-32. Ну, вот чем вот этот от этого отличается? Этот более такой крупный, да, и однотонный. А вот этот более такой, да, мелкий и разные там цвета, оттеночки. То есть разница есть. Вот. Я, наверное, про этот говорила, что он не особо-то насыщенный. Так, 78-31. Да, вот этот, по-моему, да. Вот видите, его можно как покрытие на что угодно сделать. Даже вот на этот. Скромненько. Ой, я один пропустила, да. Далее яркий такой, алый. 77-99. Он хорошо покрывает, ровненько. Одного покрытия хватит. Так. 79-99. Вроде бы правильно назвали. Так, дальше. 77-97. Я просто прям все блестяще, какие были, прям заказала. Потому что я это дело очень-очень люблю. И мне нравится. Иногда даже сама подпиливаю и переделываю. Через две недели после мастера, когда нет возможности сходить на мастер-1. Так. В общем, один у нас не вошел, да. Но мы по серединке покрасим. Так. Следующий получается 77-95. Вот такой вот тоже плотненький очень. 77-95. И они все очень стойкие с блестками. Прямо очень стойкие. 77-95. Ну и последний. Так, так, так. 77-98. Давайте его вот тут покрасим. Завершим, так сказать, маникюр красотой. Тоже переливаю. Получается, если в два слоя, да. То есть, получается просто более такой блестящий, более плотный тон. То есть, более такой вот это. Но вот что я заметила у этих блестящих лаков, конечно, нареканий к ним абсолютно, абсолютно никаких нет. Но, скажу вам честно, вот если вы хотите второй слой, потом третий, потом четвертый, надо ждать, когда он полностью слой просохнет. Потому что, если вы не просохший слой, а сделаете второй, получится так, что вы или смажете этот лак, второй слой, или вы смажете этот лак, или он у вас, ну, грубо говоря, так, а это какой? А этот я, что ли, не показала вам? Вот это этот? Нет, не этот. Слушайте. А я этот, походу, пропустила. Посмотрите, какой красивый. А, это он и есть, да? Угу. Так, ну, а если пропустила, давайте тут посмотрим. 78, 77. Если вдруг пропустила. Я, в принципе, могу. Вот, 78, 77. Очень даже красивый. Неужели я его пропустила? Может, я его с этим спутала? Ммм. 78, 77. Ну, да, скорее всего. Видите, они не сильно-то, нет, вообще-то сильно отличаются. Ну, тут вот эти мелкие точечки, вот эти крупные. Ну, да, пропустила, значит, одинаково. Так, дальше, дальше, дальше. У нас получается вот этот вот многогранный, да? Хорошенький такой. Два слоя просто бомба. Я такие нежные, очень-очень люблю. Видите, два слоя. Какой-то красный получился. Но второй слой же, он же, в принципе, он же может быть любым, по идее, да? Так, этот у нас. Вот этот вот. Так, вот второй слой. Давайте посмотрим. Тоже красиво, да? Два слоя. Так, бледные-бледные розовые. Это вот этот, по-моему, да? А может, я и перепутала. Ну, вот этот розовый, мне кажется, его во второй слой бесполезен. Он в один слой отлично, плотно ложится. И в два слоя вообще ничего не поменяется. Только будет толстая кучка. Так, вообще ничего не поменяется. Так, это у нас вот этот. Вот они, два слоя, практически все, идут как самостоятельные. Видите? Уже прям самостоятельные такие. Прям красота. Не просвечивают ничего. Прикольно. Так, два слоя получаются яркий. Вот этот вот. Ну, он, да, он ярче становится. Более такой алый, да? Вот этот, да. Вот этот лучше. Так, давайте наш желтенький, как я его прозвала. Тоже очень симпатичный. А можно, знаете, вот поверх этого будет очень хорошо вот этот смотреться. Прям очень хорошо будет смотреться. И также поверх этого, например, вот этот, который мы наносили с другой стороны, да? Давайте попробуем. И уже будет многогранный, да, такой оттеночек. Видите? Ну, он так-то у нас тут с этой стороны. Поэтому второй слой мы сделаем так. Красиво, вообще красиво, да? Согласны? Вот этот вот нежный. Он тоже второй слой. Никакой роли не играет. Он сам по себе очень плотный. То есть вот такая вот красота. И вот этот, кстати, он может с чем угодно сочетаться. Единственное, что слой толще может быть получиться, да? Но так, по идее, он, мне кажется, ничего не испортит, да? То есть вот смотрите, сюда можно блесток добавить. Получается более многогранный, да? Или, например, вот этот многолитий, да? Добавить, например, вот к этому. Видите? Он прозрачный. Получится просто более многогранные блестки, да? А вот к этому плоскому оттеночку, да? То есть он действительно такой, да? Одноликий какой-то, да? Можно, например, добавить вот этих блесток, да? То есть их можно сочетать друг с другом. И получится куда красивее. Вообще они хорошо сочетаются. Вот к этому желтенькому, да? Можно добавить, например, таких вот блесточек. И он уже по-другому заиграет тоже. То есть вот эти лаки, они все между собой классненько, красивенько сочетаются. Мне прям нравится, да? То есть вот видите, на плотное покрытие вы можете покрыть, допустим, красный, да? И совсем другой оттенок. На золотой вы можете положить красный. То есть один слой золотого, например, один слой красного. То есть прикольно. Прикольно, прикольно. Вот на этот красный, ровный такой, да, блестящий посерединке, можно сделать золотые блики. И уже по-другому заиграть. Поэтому я их все и заказала. Все, заиграла по-другому, да? Согласна? Абсолютно. Раз, и другой маникюр стал. Надоело вам, да? На следующий день встали такие бац-бац. Докрасили, да? Бац-бац. И у вас опять новый оттенок. У меня вот это вообще и прикалывает вот в этих вот лаках, которые я дополнительно всегда беру. Что они удобны тем, что они между собой сочетаются. Бац-бац. Все опять по-другому. Да, то есть прикольно. Ну, это для тех, кто любит блестки. Для тех, кто любит нют. Скорее всего, вырви глаз получится. Ну, все. На этом заканчиваю свой обзор. С вами была Конова Аня. Пожалуйста, ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Не забывайте проходить в мой канал Телеграм. Отпишитесь, кто перешел уже в мой канал Телеграм. Потому что там я буду вещать, когда заблокируют Ютуб. А Ютуб, говорят, заблокируют очень-очень уже скоро. А если его очень скоро заблокируют, где же мы с вами увидимся? Поэтому отпишитесь, сколько моих постоянных подписчиков подпишется на мой Телеграм. Разверните описание и увидите, как издалека смотрится красиво. Ой, ну не могу. Ой, ну красота. Все, пока-пока.